Сельское хозяйство в России за последнее время стало передовой и конкурентно способной отраслью с устойчивыми темпами роста и хорошими перспективами. Об этом говорится в приветственной телеграмме Владимира Путина, участником выставки «Золотая осень», которая открылась в столице. Аграрии со всех концов страны показывают лучшее, чего сумели добиться. Экспозицию сегодня осмотрел Дмитрий Медведев. В премьеру продемонстрировали такие технологии, которые еще недавно можно было представить себе только в фантастических фильмах. Создатели называют его осой. Жужжит он гораздо громче насекомого, но вот в поле незаменим. Дрон-садовод мониторит состояние растений и распыляет удобрения там, где трактор и человек не пройдут. Дрон предназначен для того, чтобы заменить человека там, где поля недостаточно удобные для обработки в ручном режиме. В первую очередь это виноградники на горных склонах. Такие дроны начнут летать над полями в ближайшие пять лет. А это уже обычное дело для сельского хозяйства. Контролировать здоровье животного через приложение для телефона. Корова проглатывает безопасный датчик пилюлю и следить за изменениями в ее организме можно в реальном времени. Мы постоянно видим в режиме онлайн 24 часа, 7 дней в неделю. Мы знаем, как корова пьет, как корова ест, как корова себя чувствует. Для быков такие датчики пока не используют, но их владельцы и так точно знают. Эти животные рекордсмены по нежности мяса. Оно не уступает австралийской мраборной говядине, только производится в Брянске. Ну а это Феликс, астраханский верблюд. И он тоже рекордсмен. Переносит и 50-градусную жару, и 40-градусный мороз. А еще верблюды этой породы самые крупные в мире. С каждого можно собрать не менее 14 килограммов особо мягкой шерсти и пуха, из которых потом сделают одежду даже для космонавтов. На выставке почти 1300 участников со всей России. Фермеры, производители сельскохозяйственной техники, удобрений, кормов и, конечно же, продуктов. Вот наш первый урожай, вот эту грушу, я бы его вот так и буду. Это вот вы, коллеги, у вас не едут, но это очень хорошо. На самом деле, это тоже правильно, что мы этим завелись, потому что мы должны иметь всю линейку крупных, и в этом смысле нужно отбивать то, чего у нас пока не хватает. После дегустации Дмитрий Медведев отметил качество продуктов, которое растет с каждым годом. Сработало импортозамещение и программа господдержки. За 6 лет из федерального бюджета мы направили в аграрно-промышленный комплекс 1 триллион 200 миллиардов рублей. Это, конечно, беспрецедентная сумма поддержки, которую никогда сельское хозяйство не получало. На этот год мы предусмотрели более 250 миллиардов рублей федеральных средств. Ну, сейчас идет работа над бюджетом следующего периода, на 2019 год и два последующих года. Этот бюджет пока не принят, но совершенно очевидно, что, скажем прямо, аграрии этим бюджетом разочарованы не будут. Мы сохраним все те инструменты, меры поддержки, объемы финансирования, которые в настоящий момент имеем. Благодаря этой поддержке в нашей стране появляется альтернатива зарубежной сельхозтехнике. Например, такая зерночтительная машина в четыре раза дешевле датского аналога. К тому же она больше подходит для русской осени. Позволяет работать с переувлажненным зерном, что очень важно для нашей страны, где большое количество земель находится в неблагоприятном земледеле. Она убирает соломистые крупные примеси и она производит аспирирование продукта, то есть убирает пыль и легкие примеси. На 20-й выставке «Золотая осень» акцент сделан на экспорт. В прошлом году за четыре дня выставки иностранцы подписали соглашение о поставках нашей продукции на общую сумму свыше трех миллиардов рублей. В этот раз ожидается еще больше.